Доброго дня, коллеги! Сегодня у нас очень любопытный эфир. Я позвал сегодня в гость российского ученого, доктора биологических наук Сергея Вячеславовича Савельева. Достаточно известный ученый. Я регулярно смотрю видеоролики, очень много их известны, высказываются по очень многим направлениям. А позвал вот по какой причине. Во-первых, мне интересно высказывание мнения биолога-профессионала по поводу той темы, которой мы занимаемся все с вами. Это искусственный интеллект, его перспективы, развитие. Мы же ждем совершенно чудесных перспектив. Насколько я знаю, Сергей Вячеславович, у вас несколько пессимистичная точка зрения. Я просто в чудеса не верю. А вторая, я прям специально искал и пригласил поговорить, потому что наткнулся на очень любопытный тренд. Мы сейчас с нами называем политкорректность. Вот недавно на конференцию по ПХП закрыли программистов из-за того, что не набрали нужного количества девочек и негров на выступающих. А один из моих программистов буквально несколько назад, Булат, он мне такой написал текст. Я просто удивился. Я, честно говоря, думал, что у нас это невозможно. Вот совершенно серьезно. То есть просто точка такая, которую очень хотелось бы обсудить. Вот пишет. Мне абсолютно не симпатичен Сергей Савельев. Не знаю, почему не спрашивал у нас своего программиста. Программисты имеют право на свое мнение. Но в следующий раз, когда силовики сорвут концерт Хаски, помните, была такая история, рэпер-наркоман. Его за это упрятали, что пропаганда наркотиков. Вспомните, что Иннополис снял спикера с конференции с формулировкой, не соответствует ценностям города и не может выступать здесь даже на мероприятиях, организованных сторонними компаниями. И тут выяснилось, Сергей Савельевич, я по многим вопросам, когда слушал, ну знаете, бывает полемика, я в этом плане нормально. И мнение должно быть разное. Но когда люди пишут о том, что вы гомофоб, сексист, евгенист и лжеученый, у меня возникает вопрос. То есть, соответственно, во-первых, хотелось вас пригласить поговорить, потому что у нас тусовка достаточно своя большая. Хотелось бы понять, вообще, чего в Иннополисе произошло. Мы их все знаем, но вроде они вменяемые были. Что случилось? Как зараза политкорректности переметнулась через границу, и, понимаете, она могла засесть в Москве где-нибудь, она могла засесть где-нибудь в Санкт-Петербурге. Я бы не удивился, да? Но как она попала в Казань? Там же вроде как бы должны быть как раз по этой части все нормально. Ну, начну чуть-чуть издалека. То есть, ну, чуть-чуть. Я потрачу на эту минуту эфирного времени. Насчет того, что, значит, я сексист, за то, что я там... Я тоже сексист. Жена, ненавистник за то, что я там гомофоба, вообще всякое вот это. Значит, и самое главное, лжеученый. Так, возникает вопрос, а кто это пишет-то? Как известно, этим всем занимается специфический сайт, который сделали два арифметика. Математика, по специальности прикладная математика, которая ни в биологии, ни в антропологии, ни в чем другом вообще не разбирается. Они попытались бесплатно распространить мои книги, то есть, продавать свои имени по интернету. И когда и я, и издательство их, как бы так сказать, послали далеко и надолго, они очень сильно обиделись. Но это по тому анекдоту. Плачет кошка в коридоре, у него большое горе. Злые люди, бедные киски не дают украсть сосиски. Еще там к ним присоединился еще один артист, который читает на младших курсах одно и то же, пересказывает чужие учебники. Значит, вот эти три человека, плюс небольшая группа прохиндеев, которые пытаются создать пиар-компанию на популяризации науки. Но ужас-то в том, что они даже претензии ко мне уже очень сильно изменили. Потому что наука развивается, и они вынуждены претензии снимать по мере того, как мои представления подтверждаются. То есть, сами судьи, прошу прощения, мелкие жулики, не специалисты и откровенные прохиндеи. Точка закрыта. Теперь следующее. Поэтому, а я, как известно, с бабушками на лавочках в дискуссии не вступаю. Они мало разбираются в мозгах. Теперь дальше. Насчет Иннополиса. В Иннополисе там была история такая. Меня пригласили эти же ребята в Ульяновск. Всё, о чём сейчас говорят, было хорошо известно до моей поездки в Ульяновск. Это было совсем недавно. И никаких проблем не было. Почему-то тогда я мог приехать и спокойно прочитать лекцию, объяснить свою позицию. На этот раз этого нет. Они меня пригласили. Более того, попросили записать ролик рекламный для их компании. Очень хорошо. Я сделал такой ролик. Пригласил всех на это. То есть, обманул, по сути дела, ожидания моих слушателей. За что приношу извинения. Это не по моей воле, а исключительно по желанию организаторов этой стачки. Ну, вот такая в Иннополисе свобода нравов. Так что, жесточайшая система контроля даже того, кто читает лекции. Мне просто показалось настолько удивительно. Уровень деградации интеллектуальной запредельный. Хорошо. А давайте попробуем. Вот я прямо сейчас сразу с козырей зайду. Потому что пока вы обижали женщин, пока вы обижали пидорасов, пока вы обижали других людей. Это не обижал ни разу. Нет, нет. Подождите, я сейчас договорю. Это моя речь. Знаете, как вот помните, когда взяли этих, мы не протестовали. И вот тут пришли за нами. И вот тут. Я сегодня перед эфиром. Я даже не стал, знаете, я перед эфиром этот разговаривал. Я всячески скрывал этот вопрос, на самом деле просто забыл, честно говоря. И вот тут вы пришли за нами. А уже никого. Нас никто не защитит, получается. Вот вы знаете, я прям включил ролик. И вдруг прям слышу ваши слова про цифровизацию. Цифровизация-цель опустить на уровень шимпанзе. Как же так? Подождите, подождите. Я, мы придумали интернет плюс экономика. Потом мы придумали цифровая экономика. Путин выступил, простите, с вопросами, что кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет миром. Простите, где мы, где шимпанзе? Как? Мы же на вершине. Ну тут легкие передерки, потому что, извините, искусственным интеллектом он владеет. Во-первых, искусственным интеллектом не пахнет. Поэтому Путин абсолютно прав, говоря о том, что искусственным интеллектом, кто владеет, тот будет владеть миром. Только где искусственный интеллект? Я как раз в Ульяновске читал огромную лекцию, где подробно рассказал, что весь искусственный интеллект закончился идеологически в 65-м году. Вот я, собственно говоря, для этого вас позвал. Потому что все, кто нас сейчас слушает, очень много пласт, но мы же выращиваем как-то свою аудиторию. Вот все, кто у меня в Фейсбуке, да, все мы, искусственный интеллект, цифровизация. Чудо, понимаете, все, все умерло. Чудо из чудеса. Все умерло, докторов не будет, ничего не будет. Будем только мы, владельцы, и будем всеми вами повелевать. Расскажите нам, почему не будем. То есть мне рассказать, почему не будет искусственного интеллекта в Газрим будущем? Да. Да, хочу удовольствием. Потому что, значит, тот, кто хочет подробности и историю, может посмотреть мое выступление на сайте издательства Веди. Я нарочно рекламирую. Я даже двумя разом. Мое выступление в Ульяновске, где я разбираю этот вопрос. Что сегодняшнее рассуждение про искусственный интеллект – это уровень калькулятора 65-го года. Дальше все сводится к алгоритмизации, подгонке результата. Это так называемое самообучение. Это все вранье от начала до конца. Подгонка результатов, то есть подгонка алгоритма под результат, который заинтересован человек, и большие базы данных. Вот на основании этого делается вывод, что мы приблизились к искусственному интеллекту. Не будет никакого искусственного интеллекта по одной простой причине. Потому что это все алгоритмизация событий. Ничего нового. Интеллект – это новое. Это способность машины сделать то, чего не было в природе и в обществе. Этого нет. Это значит, будет всю жизнь вспомогательный калькулятор. Если даже у вас будет летать ракета, огибая травинки. То есть, в вашей точке зрения, это просто мы называем обычную автоматизацию просто новым термином. Обычная автоматизация – новый термин для того, чтобы получать деньги и пилить их. Вот я вот это вижу. Если честно, если честно, вот я сейчас даже придумал. У меня сейчас проект есть такой. Ошейник до собак. Умный. Мне показалось, это мало. И он, естественно, с искусственным интеллектом и нейронными сетями. Ну, конечно. Но только нужно два. Предлагаю два ошейника. Собачий ошейник должен быть жёстко связан с ошейником хозяина. За что вы так со мной? У меня нормальная собака. У меня тоже отлично. Я люблю собак. Но ошейник, если ты выходишь с собакой там, где есть другие гомо-сапиенсы, будь добр отвечать своей шеей за свою собаку. Это нормально. Ну, вернёмся дальше к искусственному интеллекту. Значит, мы пришли, что это алгоритмизация. То есть, это, как говорит Шалыта, мне очень понравилось. Это концевые автоматы, на самом деле. А разве не чудо обучения? Вот мы взяли миллион картинок, разметили их, скормили серверу. И через буквально несколько часов он нам выдал программу, которую распознают лица. Да, пожалуйста. Разве это не искусственный интеллект? Нет. Это опять калькулятор. Опять, ну, с образом. Но опять калькулятор. Он вам не создаст нового лица. Не создаст. Вам придётся опять алгоритмы переписывать, задачи ставить новые. Ну, почему? Пожалуйста, мы сейчас придумали, есть продукт, стартап прекрасный, который генерирует для специальных рекламных роликов, чтобы не нарушать авторские права, новые лица, которые не нарушают авторских прав. Это ничем не отличается от того, что генерирует музыку. Это что-то не нарушать авторских прав. Я тоже этим пользуюсь. При чём тут музыка? Может быть, вообще нет интеллекта? Нет, интеллекта есть. Дело в том, что мы кладём… Да, может быть, мы ворудшим термином? Нет, нет, нет. Есть фундаментальные различия между радикальным, глубинным подходом человеческого интеллекта, разума, который может создавать новое, и машинными системами, машинными концевыми автоматами, как говорит Шалет. Хорошо. Значит, разница-то в чём? В том, что весь интеллект, и обучение даже собаки, и даже таракана, на 5% он может обучиться, связано с тем, что это морфогенетически активный процесс. То есть, интеллект, на самом деле, если взять всю компьютерную промышленность, всю вот целиком, в котором программисты там занимают часть ценную, важную, но часть, и взять всё, включая производство процессоров, вот в этом плане, если встать на космическую точку зрения, то да, это практически искусственный интеллект, потому что, по сути дела, создавая новую вот эту лабуду, всякие приборчики, всякие процессоры, мы генерим новые связи между системой. И в этом плане, в космическом, мы его уже создали. Но в том виде, в котором нам это продают в масс-медиа, это близко не лежало. Продаем-то мы денег побольше. Так вот, объясню, почему нужно сюда включать всё, включая производство процессоров, включая разработку и производство процессоров, и системы оперативной памяти, и всё. То есть, заводы, заводы. Это тоже часть этого всего. Потому что мозг работает так, сейчас объясню. Творчество – это неготовые связи. Я всегда в юности доводил до белого коленя физиологов и нейропатологов. Я всегда им говорил, ребят, ну хорошо, вот вы говорите там о мышлении, о творчестве. У вас как новые связи образуются? Заново каждый раз? Или всё уже на месте? Вот у вас 150 миллиардов нейронов в голове. Если всё заранее готово, то тогда, простите меня, это всё от Бога. А если не готово, по каким законам? Они мычали, пыхтели, выдающиеся физиологи, пускали сопли слюни и сругались со мной насмерть. До сих пор это ещё не отдаётся. Тем не менее, я с своей точки зрения не изменил. Мозг-то работает на основании того, вот вам приходят новые мысли. Например, такая блажь, как меня пригласить сюда. Вам пришло в голову, таким каким-то образом. Ну, прочитал, возбудился, вспомнил ваши лекции, подумал, что надо было как-то. Оказывается, что каждый нейрон каждый день образует три новых связи, а у них там от 100 миллионов до миллиарда, может быть, ой, прошу, от 100 тысяч до миллиона этих связей, у 150 миллиардов. И разрывает три старых. То есть, процесс озарения, понимания, творческого установления связей, которые возникают, они не алгоритмизированы, эти связи образуются по новой. То есть, я всегда привожу пример. Мы не можем 150 миллиардов контактов перепаивать. А там не 150, а 450 миллиардов. Это надо 450 миллиардов китайцев, которые с паяльником бы каждый день перепаивали. Вот это был бы компьютер такой, напоминающий по творческим способностям человеческий мозг. А так это всё. А пока у вас консервативная система, тогда у вас будет условно рефлекс Павлова коленный, из которого никакого интеллекта никогда не будет. То есть, короче говоря, раз у вас не меняется система связей, у вас творческого начала в этих машинках никогда не будет. Будет очень хорошая аналитика. И лица будут распознавать. И отпечатки пальцев – это те же лица. Их уже распознают, бог знает, сколько лет. Ребята, это всё элементарно. И увеличение баз данных, и переход на лица, или на уши, или на тела, ничего вам не даст, даже если вы будете отличать человека по походке. Можно, можно. Вопросов нет. Вопрос базы данных, накопленных данных. Но это всё равно калькулятор. Он не придумает ничего. Искусственный интеллект – это когда есть свойства интеллекта. А какие свойства интеллекта? Аналитика, что ли, примитивная? Ну, так это вы пока строите интеллект пиявки. Нашёл – сожрал. Вот примерно, что вы строите в лучшем случае. А решать серьёзно… Мы же миллионы лет так и развивались же. У вас нет эволюции. В этом-то всё и дело. Я в своих, в том числе, выступлениях, связанных с математиками, всё время говорю, давайте устроим эволюцию. Вот пример обучения игры в ГОС с нуля. Несколько компьютеров, несколько искусственных интеллектов обучились. Слушайте, мне компьютеры впервые обыграли человека в 64-клеточные шашки. Вот вы понимаете, ГО – это ровно такая же фигня. Простите меня за лестницу. Нет, с нуля научились. Не алгоритм, который написали мы с вами. Да, просто нейронная сеть. Сама с собой начала играть, научилась играть лучше. Разве это не эволюция? Нет. Она творческие задачи не может решать. У вас всё время, вы всё время подкладываете под компьютерные достижения алгоритмизированные сложные параметры. Ну, много сложных. Я не подкладываю, я просто как-то задаю вопрос. А я отвечаю, говорю, что они нет. Масса простых действий имитирует очень сильный интеллект. Может, это и есть интеллект? Ну, тогда это уже было. Иван Петрович Павлов говорил, что вот у нас есть условный рефлекс на звоночек у собаки. Всё накапает. Правда, условного рефлекса нет, потому что она ещё хвостом виляла, лапами перебирала. Поэтому он прибинтовывали хвост для того, чтобы выделить чистый условный рефлекс. А потом дальше, смотрите, вот мы берём второй, значит, кроме звоночка будет свет. Это условный рефлекс второго порядка. И так можно дойти до десятого. Он говорит, вот интеграция этих самых сутномных рефлексов и будет, и является сознанием. Ну да, ну вдруг, я же не знаю, но вдруг я... Это называется, есть такая книжка была, Сент-КТРБ, концептуальная модель нервной системы. Так вот, это атомистические подходы, которые уже ничего не дали. Вот сейчас компьютерные технологии по созданию искусственного интеллекта напоминают физиологию 1936 года. Понимаете, по убогости. Ну, а может быть, мы догоним? Да нет, когда-то... Программисты, наконец-то, что-то выучат, понимаете? Программисты уже ничего не выучат. Программистов надо менять поколениями, тогда будет хорошо. Чтобы быстро развивалось, надо быстро менять программистов. Так всё-таки тезис цифровизации, цель опустить на уровень шимпанзе. Я понимаю, что... Я сейчас, знаете как, я сейчас немножко нечестно поступаю. Да, я вижу, что вы нечестны. Меня за телеграм периодически всё время ругают, что я хочу закрывать, я каждый раз оправдываюсь. Тем не менее, тезис, он есть. В чём смысл тезиса? Я понимаю, что он шире тезиса, чем... Тезис очень простой, потому что наш мозг построен по очень простому принципу. К сожалению, я вынужден это произнести, хотя язык у меня уже стёрся. Наш мозг никогда не будет работать, если он может не работать. Мне очень понравился тезис, я как раз наоборот... Он может... А что даёт вот эта вся лабуда на ладонные компьютеры? Система связи, телефоны сложные. Даёт возможность мне работать мозг. Да. Если у меня что-то в календарике нет, я пропускаю совершенно искренне. Причём я как-то помнил, но если в календарике не записал, и вот здесь не всплыл вот эта уведомлялка, я потеряю все встречи. Всего лишь столетия назад нормально, мне надо было даже записных книжек. Вот и всё. А люди встречались зачастую чаще, чем сейчас. Ну, то есть, вы считаете, что последствия, да? Сейчас объясню здесь биологические. Вот всё, что я о чём говорю, имеет под собой жесточайший биологический фундамент. Биологическую выгоду, если вы хотите ответить на вопрос, почему происходит так или иначе с людьми и со страной, надо вот буквочку Е. Энергии где? Начинайте с энергии, тогда всё станет понятно. Мозг весит одну пятидесятую массу тела, расходует 10%, когда спит энергии, и 25% энергии, когда активно работает. Если с помощью любой лабуды, там, айфона, айпада ещё, у меня даже такой термин есть, гомопады. Это такие люди, у которых уже интеллект в этой штуке, которую вы держите в руках, а здесь только инстинктивно-гормональные устремления. В смысле, размножиться и поесть. Ну и выпендриться, это понятно. Можно в Яндексе еда, прекрасно. Знаете, какие фотографии хорошие, заказать, что-нибудь себе вкусное. Гамбургер, он прям такой сочненький, нажал, хорошо, прям сразу кайф начинается. Серотонин или что-то добавляет. Это про телемедицину давайте я не буду. Хорошо, хорошо, хорошо. Это примерно то же самое, что лечить, как колбаса по телевизору. Так вот, я возвращаюсь. Мозг экономит на всё. Для того, чтобы, причём как он экономит, это очень важно, принципиально важно для понимания того, о чём я говорю. Как только мы начинаем думать, задумываться, даже осваивать какую-нибудь программу, почему программисты такие подлецы и всё время пользуются всеми языками высокого уровня. Попробуй их на ассемблер сейчас перевести. Для них харахири тоже сделают друг дружку дружеское. Почему? Хозяин купит новый сервер, который будет работать с лучшим. Да, 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 да. И вот они будут там на питоне шуровать, а то ещё хуже. Две строчки в день напишут и ничего не делают. Да, да, да. Я на ассемблере писал, понимаю, о чём говоришь. Да, да, да. В общем-то, рать надо. Так, а где всё-таки опускание уровня? Где именно… Продолжим. Если наш мозг может сэкономить, то есть цель мозга – жить на 9% потребления энергии всего организма. Всё, это идеал. Это вот с открытым ртом, с бутербродом, как вы там сказали, с бифштексом, около компьютера. Никакое мещанство, это жизнь. Поезжайте на Рублёвку, посмотрите, там все так живут. Кто может себе позволить не работать? Ну, такие у нас стереотипы. Поезжайте в деревню, в глухую Усть-Пердуновку, где вообще ничего нет, ни канализации, ни водопровода. Там точно так же, если есть еда. Разницы никакой. То есть, через миллиарды заработанные Рублёвка возвращается к этой же самой печке. Есть такой анекдот про негров и банан тоже. И зачем всё это было, да. Ну, так вот, продолжаю. Мозг, если может сэкономить, он экономит. Но это не просто так. Внутри мозга есть у нас внутренние наркотики сильнейшие. Это канабиоиды, отличный наркотик. Ну, кто будет против? Прекрасные все. Многие догадываются. Некоторые знают. Есть опиоиды, отличный наркотик. Но опиомный мак, надеюсь, не надо пропагандировать. Кроме этого, есть окситоцин внутри мозга. Отличный. Тут же веселость характера, конкуренция за женщин. Всё такое. А ещё эндорфинчики. Вот такой букетик. Как только ты понижаешь хотя бы на полпроцента энергетические расходы своего мозга, тебе тут же внутри эндогенные. Эндогенные. Начинается инжекция. Эта инжекция приводит к тому, что человек становится счастливым. То есть, если он мало пользуется головой, он получает райское наслаждение в виде эндогенных наркотиков. Поэтому, как только вы человеку предлагаете не поговорить... А попереписываться. А попереписываться. А девушки, я видел в метро, они могут сразу на двух айпадах шуровать пальцами. Потому что что? Почему женщина не отрывает телефон от уха? Догадайтесь от уха. Вот меня за это все и ругают. Да потому что у неё вероятность репродуктивного контакта повышается вдвое. Поэтому она здесь говорит с одним, здесь с другим. И погнали. А уж у неё время-то идёт, потому что она стареет. Кому она будет нужна через 10 лет, старая, страшная. Ей надо репродуктивный, так сказать, рассвет свой продать. И вот она сидит там с четырьмя телефонами, чтобы, не дай бог, никого не перепутать. Я видел, у одной даже имена написаны с другой стороны, наклеены скотчем. О чём говорить? Вот вам, пожалуйста. Какую проблему она решает? Интеллектуальную, нет? Репродуктивную. Она и до этого ничего не решала. Она писала письма. Ну, только она писала одно письмо час, сейчас здесь сообщение. Да, компьютеризация, я и говорю, что цифровизация, она что делает, на что направлена? При мне происходило, когда девушки с большими когтями, вот с такими, отказывались работать на компьютере. Почему? Потому что там требовалось больше работать от них. Они говорили, что им когти мешают, всё такое. А когда выяснилось, что можно с мужиком переписываться, когти перестали мешать. То есть, ещё раз говорю, цифровизация опускает человека до трёх биологических принципов. Еда, размножение и доминантность. Всё. И кто, у нас сколько людей сейчас работает на компьютере? Ну и что, у нас писателей появилось много? Да тошно заходить, читать это всё. Если всё это умудшится. Ну, кто-то же это читает. Чем вы больше пропагандируете биологически? Мне недавно рекламируется 10 советов Миньета. Почему мне это показывают мне, хотя знают, что я мужчина? Ну, текстов не бесконечное количество. Они надеются на что? Ну, на продажу. То есть, иначе говоря, что почему цифровизация так опасна? Потому что одно дело взрослые дядьки и тётьки. Это ладно. Но дети-то, они же ведь не отличают. Их мозгу всё равно, понимаете, имитация или нет. Мозгу без разницы. Почему дети так, да и взрослые идут на фантастические фильмы? Да, потому что мозг, он тупой, как пробка. Там новые животные, новые графические примитивы, новые какие-то ракетки, какие-то космические, прочее всякая муть, какие-то новые растения и прочее, которых нет. А мозг не понимает, он думает, пригодится. И поэтому там идут, смотрят, там «Аватар», «Ого», «Зелёные дядьки», там какие-то растения, интеграция. То есть, вы внезапно стали сторонником Грефа Герман Оскаровича, насколько я понимаю. Нет, нет, при чём тут Греф? А я сейчас объясню. У меня был эфир у Швыдкова в телеканале «Культура», был Греф там, была Черниговская, было очень много людей и пригласили Герман Оскаровича. У нас с ним так получилось, что вы такое так захотели. Говорили про мозг, она говорила такие, знаете, про мозг и её понимание. Ну, неважно, она говорила, знаете, такие мудрые слова, что книжка, 200 листов становится только тогда книжкой, когда ты начинаешь её читать. То есть, был такой дискурс о том, что всё плохо. Ну, так получилось. Вот Герман Оскарович там высказал некоторый тезис, что меня удивило, что детей надо спасать. Приходить к ним и вытаскивать их из-за столов, из-за игрушечных всяких разных историй. Герман Оскарович, короче, Греф. А я, естественно, выступил со следующей позиции. Я сказал, Герман Оскарович, вы, кажется, немножко отстали. То есть, надо не их спасать, а нам к ним бежать. Потому что мы уже не успеем их спасти. То есть, выдернуть-то неоткуда. Но следствие цифровизации, давайте попробуем. Найдите минус в истории. То есть, вот у меня у товарища ребёнок, 8 лет, играет в игры компьютерные, современные. Первое. Он выучил несколько языков. Словарный запас не очень хороший, честно говоря. В играх там разная бывает история. Но он спокойно играет с арабами, французами и немцами. Ну, англичане это само по себе. У него прекрасный счёт, потому что подсчитывать мотивы для получения эндорфинов, да, то есть, они вроде как бы прекрасны, очевидны, да. Он прекраснейшим образом... Да, самая важная часть, что у него великолепная социализация. Когда вот мы спорили с Грефом и с Шватким, это был известный эфир на Телеканале Культура, один из доводов был, по-моему, то ли Легоиды, там ещё и Легоиды было, там всех собрали, знаете, как вот. Был довод о том, что очень плохая социализация. Я говорю, какая социализация? Когда я жил в районе автозаводской завода ЗИЛ, круг моего общения был настолько низок, да, что я не мог его поменять. Но здесь вы сами, они сами собираются, сами выбирают себе начальников, сами выбирают себе, кто руководит. То есть, предъявляются самостоятельные лидерские качества. Я сейчас не говорю, плохо, вот эта картина, что в ней плохо? Это же вот это же есть та же цифровизация. Хотя, с моей стороны, это реальное благо. Да, конечно, это благо. Я считаю, что вообще надо отучить детей читать и писать, распознавание речи. Ну вот прям вот. И чтобы уж совсем была хорошая цифровизация, отрезать от мировой культуры и литературы. Это я с этим согласен полностью, потому что у меня две позиции. Одна позиция человеческая, о которой мы с вами говорим, а есть позиция человека, который занимается эволюцией нашего мозга, эволюцией человечества. Вот с позиции эволюциониста, как бы вам сказать, развитие цифровизации, оно подвигает человечество к развитию душеводства определенного. То есть, и для эволюции безразлично, что происходит. Поэтому вот этот способ общения, коммуникации, это все прекрасно. Но это просто повод для начала нового цикла эволюционного отбора, построенного на уничтожение людей. Почему? А потому что существуют гигантские разницы. Сейчас мы живем очень долго. Мы с вами, например, нас бы давно уже в Франции 17 века казнили бы за что-нибудь. Был бы человек, повод найдется. А и молодые бы пришли нам на смену между ними и следующим, пока не было бы меньше различий. Это эволюция. То есть, эволюция и механизмы эволюции, в том числе цифровые, они очень значимы. И с позиции эволюции человечества и вообще всячески, все, что увеличивает конфликты искусственного отбора людей, это на пользу эволюции человека. Почему увеличивает? Я вот никак не улавливаю модель. То есть, ну, ребята, дети выросли, они нашли себе, они социализировались гораздо лучше, чем до этого. Они социализировались в этой самой среде, той самой, которую говорили, специфической. Ну, она специфическая, она дает мальчику, который родился где-нибудь в Усть-Перепи... Извините, ну, нехорошо слово. Скажи, где-нибудь там, вот, в Рюпинске родился, он смог найти себе собеседник, ведь он вдруг уродился умным, да? То есть, он не должен был опуститься вниз, где он там живет в социуме, в котором есть, он нашел себе коммуникативную среду, да? И, в общем-то, не стал ни насильником, ни убийцей, у него не появились какие-то комплексы. Ну, потому что, ну, тяжело же... Я вот утрирую сейчас вопрос. Нет, ну, мы за все опять, получается, компьютеризация, это за все хорошее, про все плохое. Ну, кто-то же, простите, ну, кто-то же должен, если вы говорите, что там к шимпанзе, все-таки как-то мне обидно быть шимпанзе-то, то есть... Да потому что мы переадресуем, но мозг устроен так, вернемся к нашим баранам. Да, я... Прекрасно люди говорят, о чем они говорят, какой уровень общения, вы чего, какие там игрушечки, ну, хорошо, а дальше что происходит? Существует же анализ интернета и возрастных приоритетов подростков. Вы посмотрите, что там творится-то. Они что, там чем-то интеллектуальным занимаются? Я вас умоляю, это такая же социальная ерунда, как у вас в детстве, оконавтозаводской, так у меня на Таганке. Ну, так у меня не было выбора, а у них появился выбор. Так они выбирают все время, как обезьяны, по тому принципу. У меня был выбор между мамой алкоголика, в одной случае, в другой, папа пьянь, у третьего три сидящих. Вот весь был мой выбор на все 10 лет, что я там жил. А у этих появляется возможность найти детей, которые по себе, по себе, свои семилетки, свои интеллектуальное развитие. А находят они то же самое, что находят те же самые десятилетки в подъезде тогда. Вот и все, разница только форма изменилась. А содержание осталось прежним и ведет, а поскольку еще возникает иллюзия социальной востребованности. Ну конечно, стример денежки получает. А так как вы играете, у вас 5 тысяч поклонников, там они денежки как бы-то хоть хватает на жизнь. Это поклонники, это что? Это доминантность опять. Ну конечно. То есть цифровая доминантность, она еще быстрее упрощает работу мозга. А вы знаете, что когда человек получает удовольствие, вот те самые наркотики, он же их не получает за то, что он интенсивно трудится, что-то осваивает. Нет, если вот он не заработал деньги, их украл, легко получил, переспал с женой соседа или там с тремя подружками по очереди. Если он выпендрился, показал количество лайков. Вот за это мозг ему выбрасывает по обезьянему принципу эндорфин и никакого прогресса человечества не будет. Не будут. Это та же самая обезьянье, причем максимально униженная и упрощенная обезьянье среда с теми же самыми тремя принципами, которые сидят у самых примитивных приматов, которые ведут общественное отношение. Вы склоняетесь к старой классической утверждению, что люди все те же, только их испортил квартирный вопрос. То есть люди те же, но их испортил интернет. Вопрос всегда мне задают один и тот же вопрос. А что делать в этой ситуации, когда явная деградация? Да, они общаются, там этот на Камчатке, этот в Новороссийске они между собой шуруют вовсю, а там кто язык подучил, там и с американцами, весь мир на ладони, я счастлив и не могу. Идет новое формирование новой популяции? Да, новая популяция. Новая популяция бабуинов, даже не шимпанзе. Значит, вопрос такой, а что делать, собственно говоря, с этими орлами? Потому что ничего хорошего там не будет, поскольку у человека четко обезьяне приоритеты выбраны. Я понимаю, миллионы лет это да, есть возможность вперед. Управлять ими становится все проще и проще. Наше поколение, почему малолеток вот сейчас 16-20 лет выходит на улице, что они там забыли? Да потому что у них нет никакого мнения. У них мнение вот этого социопатической системы связей, которая имитирует реальность. Вот и все. И вы получаете конфликты, вы получаете демонстрации, получаете чего угодно. Профурыкали. И это не значит, что надо что-то запрещать. Нет. Ни в коем случае. Это отдельный разговор. Но знаете, как при строительстве здания, для того, чтобы построить здание, чтобы оно намертво стояло, хорошо, крепко, надо потратить 10% бюджета. Да, совершенно верно. Знаком с концепцией. Хотите получать ответы? Гоните денежки. Иначе ничего не получится. Бесплатный сыр только в мышеловке. А теперь немножко о том, что делать. Значит, есть единственный способ на сегодняшний день. С одной стороны, сделать всех счастливыми. Ну, понимаете, счастье – это что? Ну, кроме глупости. Гарантированный доход. Почему гарантированный доход? Гарантированный доход – это в зоопарке. Идите себе, забивайте клетку, у вас будут кормить. Потому что вот сегодняшняя цифровизация – это как раз зоопарк. В чистом виде, причём у клеток стен не видно. Вы сами их создаёте. Ещё и сами, в силу собственной дурости, за это ещё и платите денежки. Уму непостижимо. Это кролики, которые сидят в клетках и сами затошли. Ценник-то невысок. Что в том-то и делай. Так вот, значит, что же делать вот в этой ситуации? То есть, а есть какой-нибудь перспектива? Потому что если всё это продолжится, цифровизация и всё остальное, хочется, конечно, произнести издевательски, наверное, держусь. Нет, там всё прилично. Что же делать? Поскольку, тем более, мы оказались в ловушке, которую сами создали. Осмысленно или неосмысленно, но мы сами создали. То есть, имитация жизни, которая создаётся цифровыми системами, имитация содержательного общения и всего остального, она, собственно говоря, подменяет очень удачно биологический смысл существования человека, а учитывая выгодность и безопасность. Ну, например, стрелялки какой-нибудь, вы стреляете, это безопасно, вас убили, новая жизнь. Да, да, да. Вот благодаря такой, а мозгу-то всё равно. Мозг это всё всерьёз воспринимает. Стрелялку, особенно на хорошем скоростном компьютере, я сам просто пробовал для того, чтобы почувствовать, как это. Мозгу плевать. То есть, это имитация жизни, делать людьми, людей суперуправляемых. Это ведёт, в конце концов, в деградации. Почему? Нет затрат энергетических мозга. Что происходит у нас? И в норме-то работает 20% сосудов в мозге. 20%. И когда мы начинаем задумываться, кровоток возрастает в 2,5 раза в целом, если померить мозги. И вот эти энергетические расходы заставляют нас думать. То есть, мы думая, привлекаем энергию, сосуды работают, всё хорошо, а когда мы не думаем, сосуды запустевают. Возникает такой ранний маразм, что тоже прекрасно. Неумение думать заставляет детей в институте уже скрипеть мозгами. Я работаю студентом, я вообще 25 лет прочитал лекции в высшей школе. Они начинают скрипеть мозгами так, что слышно. Понимаете? Это ужас. То есть, они не умеют думать. Школа, самое главное, должна была научить, чего нас думать. А у нас она сейчас делает индивидуального идиота. Вы знаете, когда система, в которой в перспективе говорят, что в этом году будут изучать шахматы, то, извините, это похоже на бред. Сергей Весовцев, тем не менее, у меня хороший вопрос есть. Относительно того, какой выход из этой всей ситуации, совершенно ясно, что поощряя для того, чтобы продавать вот эти все электронные устройства, развивать систему гаджетов, ставить людей в зависимость от этого всего, это пропагандируется, поддерживается. И поддерживается очень удачно внутренними наркотиками головного мозга человека, который склонен, как все обезьяны, лениться и бездельничать. Это понятно. Ситуация плохая, потому что в результате, чтоб не говорили про реформу образования, я ушел с преподавательской из Московского университета, потому что пошли дети после ЕГЭ. Все. Это безнадежно. Надо это все признаться, что мы профурыкали, потому что это называется... Об этом писал в 1936 году Иосиф Саверонович Сталин. О том, что педологов надо уничтожить. Всех. Это известная тема, да. Я об этом говорил и даже приводил, показывал эти документы. Вот сейчас эти педологи победили. Плюс баллонская конвенция, сделанная, вы знаете, кем. Так а делать-то что? Что? Делать-то что? Это деградация. Что делать? У нас есть только один успокоиться, получать от этого, расслабиться и получать удовольствие. Но необходимо, то, что я многократно говорил и продолжаю говорить, необходимо взять в руки эволюционный процесс. Не пускать его на самотек, не оскотиниваться до отрастания хвостов, то, к чему ведет, собственно говоря, это все электронное, а попытаться воспользоваться ей себе на пользу. Как? Нужно создавать систему искусственного отбора контролируемого человека. Это не значит, что нужно кого-то дискриминировать или кого-то обижать. Нужно определять человеческие способности при жизни. Но если вы мастер по рисованию дезнаков, к примеру, ну зачем вам танцевать в Большом театре? Это, кстати, одна из самых модных тем профориентация с детства. Сейчас стартапы на это ищут много денег, пытаются как-то там, в гены не лезут еще, но уже пытаются тестировать детей с самого детства. Гены никакого отношения к этому делу не имеют, потому что от генов до конструкции мозга, как отсюда пешком до Китая. Это генетики, они уже наискали там много чего. Метахондриальные Евы были, там, 200 тысяч лет назад. А теперь выяснилось, что в одной клетке митохондрия может различаться по геному из одной клетки. 10-15 вариантов генома. И все эти революционные построения на животных, на человеке оказались фуфлом чистейшим. Это тип стволового клетка клонирования. Слушайте, я понял. У меня все-таки вопрос. Значит, вернемся. Мы хотели поговорить еще об одной теме. Нет, ну давайте я договорюсь. Давайте, давайте. Значит, церебральный сортинг. Чего я предлагаю, как выйти из этого кошмара и катастрофы. Потому что это ведет к деградации и попаданию и нашей страны, да и многих других под системный контроль. Причем с неизвестными последствиями. Поскольку те, кто это делают, они сами ничего не понимают. В этом трагедии. Они не понимают, что происходит. Я уже многократно с этим сталкивался. Значит, нужен церебральный сортинг. То есть, отпор способных людей, которые обладают конструкцией мозга определенного типа. Вот за это меня все очень сильно не любят мягко. Ну так это же и так происходит. Слушайте, это же очевидно просто. Вы знаете, что... Не так явно. Никто слух этого не говорит. Но так же происходит. То есть, сын министра обязательно станет министром. Это про такой отбор? Нет. Ну тогда не надо передергивать. Объясняю еще раз. Мозг настолько уникален и различен у разных людей, что даже ваш сын или ваша дочь от вас будет отличаться радикально. Никакой наследственной передачи способностей. Нет. Бахов было много, но Бах был один. Понимаете? Все, можно на этом закрыть лавочку. Так вот, эти индивидуальные способности, люди гениальны, могут появиться в любой среде. Я категорически против семейного подряда. Например, в Академии наук 4-5 поколений. Там уже скоро они разучатся просто говорить. Но это будет все нормально. Ну вот, перед тем же жестами. Потому что, ну как же, в третьем поколении Академии. Конечно, он гений, это же ясно. Не смешно, ребята? Умные люди с уникальными способностями могут появиться в любой среде. И в Новом Уренгое, и на Дальнем Востоке, в Глухой деревне. Вопрос другой. Как его найти? Но цифры дают им возможность. Цифры дают возможность. Ничего цифры не дают возможность. Мы только что об этом говорили. Она пускает на обезьянный уровень. И ничего больше. Но возможность дает. Возможность дает стать обезьяном. Смотрите, дети. А не человеком. Ну подожди, я хочу, чуть-чуть защищу тогда себя. Простите. Ну вот есть Якутия. Я просто знаю ряд программистов, которые когда на деньги Абрамовича, туда притащили эти спутники. И они в этих, как их, вот этих вот, ньюрингах, или как они там называются, там, о чем они... Вот. Они принимали... У них появился интернет, да? И кто-то пошел по стезе, как говорится, деградация, да? А кто-то пошел в Яндекс.Школу. Изучал программирование. И сейчас программируют. Кто-то уехал оттуда-сюда, кто-то живет на деньги от доходов там. Поэтому цифры, конечно, приносят ряд, как и любой прогресс, неудобств, да? Но и плюсы же тоже есть. То есть в регионы мы смогли принести знания. Никто про плюсы не спорит. Но я просто... Я к тому, что... То, что интернет лучше, чем газета, это понятно. Вот, я правил. Последствия, конечно, тоже... Не как это газета «Искры». «Искра» она там была по каким-то мелким тиражам. Слушайте, 36 миллионов экземпляров, правда, меня травмирует намного больше, чем наличие интернета международного в чуме. Вы знаете, я за это радуюсь. Я все-таки вернусь в баран. То есть вопрос, как людей сделать счастливыми, чтобы они занимались то, чему приспособленных мозг лучше всего. Есть технологии. Можно сделать очень быстро сейчас. И за очень небольшие деньги. Намного меньше, чем... А технологии такие есть вообще? Технологии разработаны. Денежки давайте сделаем. В чем дело? Человеческий мозг различается по разным структурам. На количественном уровне, например, в 40-45 раз. Представляете, у одного. Я все время привожу этот пример. Представьте, вы играете в волейбол с человеком. Вы 2 метра, а рядом с вами 80 метров. Ну как нормально. Вы его быстро обыграете. Он раздавит вас и не заметит. Вот в мозге все структурные различия такого масштаба. Минимум 3-5 раз. Понимаете? Огромные. И это не какие-то мифические физиологические сигналы, которые более-менее одинаковые и у пиевки у человека. Не какие-то мифические синаптические передающие медиаторы, которые тоже очень похожи. Это давно-давно доказано. А это число нейронов, короче говоря, у вас в одном случае процессоров в 40 раз больше, чем в другом. Но процессоры при этом активные, морфогенетически образуют связи. То есть получается, а вы представьте себе, чтобы человек был просто талантливым художником, нужно иметь таких 15 структур. 15. Вероятность появления близка к нулю. Потому что в мозге 300 структур. Как математику вам это легко все посчитать. Айзен пока. Ну, ребята. Вероятность появления очень низка. Поэтому людей гениальных, талантливых, одаренных надо отбирать по каким-то структурным уровням. Можно сделать в сегодняшний день томограф с разрешением в один воксель. Микрон-микрон-микрон. Который нужен для оценки прижизненного структуры. Можно. База научная сделана? Да, сделана. У меня есть книжка «Изменчивость и гениальность», где я привожу тех самых гениальных людей, которые собирали в 30-е годы в этой стране, которые обладали уникальными способами. На них это и было сделано. Это количественное различие. А есть еще качественные. У многих людей есть подполя, которых нет у других людей. И что вы будете делать? Какое равенство и братство, если у вас мозговые различия больше, чем на видовом уровне? Вы можете, наверное, закрывать глаза, называть меня любыми словами. Но от этого ничего не изменится. Тот, кто это сделает первым в мире, тот будет управлять этой планетой. Просто я, прежде чем издать книжку 10 лет назад, я обращался ко всяким высочайшим лицам, до которых удалось добраться. Они пугаются. И поэтому говорят, а как же наши дети? Ну как же? Это как в старом анекдоте. Говорит, папа, я буду маршалом? Нет, ты знаешь, сынок. Только генералам у маршала свой сын. Вот пока будет вот такая, извините меня, феодально-чиновичная наследственная система, которая существует и у нас, и в Америке, и во всех других странах. Ничего не будет. И именно поэтому вот эта система, которую можно было сделать 10 лет назад, не делается. Потому что страх панический. А вдруг окажется, что ты не на том уровне компетенции. Вдруг выяснится, что если самого сунуть в этого самого взросленького дяденька, там кроме склеротических признаков ничего нет. Вот и страх. А дети, как же, а для чего мы деньги воровали всем колхозам? Как же, как же. Вот тормоз гигантский, эволюционный. А то, что вы говорите, сейчас происходит, это отбирают вот по этим принципам. Чиновничье наследственно-феодально. И больше никаким. И только в тех. Можно чуть-чуть маленькую защиту скажу? Защиту программистов хочу сказать. Они обходят, обходят. Мы же обходим этот сектор. Да ничего вы не обходите. Вы просто востребованные. Как были востребованы. Потому что как были востребованы в середине 19 века инженеры-железнодорожники. И вас точно так же выдергивают, размножают, используют на потребу. То есть это называется искусственный отбор. У меня книжка «Церебральный сортинг» на эту тему. И ничего вы не обходите. Вы прыгаете ровно так, как вам говорят. И ничего вы не сделаете. И поэтому введение «Церебрального сортинга», когда оценка человека по его объективным, прижизненным способностям будет осуществлена, во-первых, сразу берут гений, они сотрут с лица земли всех остальных идиотов, которые не почешутся об этом. И сейчас, насколько я знаю, потому что первый тираж книжки, когда 10 лет назад она вышла, я когда бился, бился, говорю, ребят, давайте сделаем, пусть наша страна процветает. Давайте задаем всех, давайте размажем всю эту публику, наделаем Соросов, отберем сейчас где-нибудь там в Ижевске, десятка-полтора, пусть и в Америку, и стирай ее ластиком. Ну и чего там? Какие проблемы? Даже в программировании, в оборонке, инженеры. Это все люди со способностями. Это не случайно воспитанные бездари. Нет. Если у вас будет объективный критерий, то вы сможете сделать самое главное. Отобрать людей для конкретных дел, как нужно. То есть, вот тут эволюционный подход-то и будет работать. А если вы этого не сделаете, за вас сделают другие. Весь первый тираж шел за границу. Ребятки, они же, конечно, они идиоты, но не на такой степени. Они же понимают. Я не уверен, что под ковром это не делают. А когда схватимся, будет поздно. Потому что это за год не сделаешь. Пупок надорвав, там, значит, героически на амбразуру бросившись, это не получится. На это нужно минимум 5-7 лет. Я уже старый. Кто будет это делать? У нас ни одного цитархсектоника в стране не осталось. А на Западе они всех выбили еще 50 лет назад. Понимаете? Будет через одно дело сделано. Как там? С помощью точного томографа. Как сейчас. Это идиотизм просто процветающий. Так вот, единственный выход из этой ситуации – это использовать достижения сегодняшней техники, в том числе цифровой. Потому что, вы понимаете, задачка-то так еще. Нужно же не только сделать томограф с решением один воксель, а еще компьютер-то нужен какой. Нет вот фигня, которая выигрывает там в шахматы. Это нужно серьезный компьютер. Серьезный, совершенно другого уровня. К нему еще и человек нужен обученный. И не один человек нужен, много людей, лучших программистов. Я сейчас занимаюсь как раз тем, что беседую с лучшими программистами везде в стране. И пытаюсь, так сказать, найти людей, которые способны решать такого масштаба задачи. А не этот псевдоискусственный интеллект в виде железного Феликса. Хорошо, у нас эфир внезапно подошел к концу. Да, у нас 45 минут было эфира. На самом деле, я хотел еще на 15 минут выделить время. Я пытался туда убежать, задать вопрос больше в биологическом аспекте по нашему обществу. У нас просто тут по времени все вылетает. Тем не менее, огромное спасибо, что пришли. Ваша точка зрения, она крайне любопытна. Я отчасти согласен, что мы называем искусственным интеллектом несколько не то, что называют реальные профессионалы. То есть, мы здесь больше попсим. Есть такой термин попса. Как это цифровая экономика, это тоже попса. Борьба за деньги, за ресурсы. Не очень согласен про детей. Но в целом, я считаю, что если вернуться к базе истории, мне кажется, что Иннополис был неправ. То есть, по большому счету, мне кажется, наука и мнение. Знаете, я говорю, коллеги, а вы будете, если у вас физик приедет, ядерщик, верующий в Бога, его что, не звать, что ли? Нет, честно говоря, так как я атеист, у меня в голове не укладывается, как у физика, ядерщика, может быть, вера. Но меня же интересует профессионализм. Меня не интересует частное мнение, которое эмоционально у нас может быть. Поэтому мне кажется, что нам нужно слушать. Я с удовольствием сегодня провел эфир, точнее, послушал. Много спорного. Но мне кажется, это здорово, когда мы можем разговаривать и спорить. Всем, наверное... Ну, когда есть о чем спорить, самое главное. Ну, вы знаете, если мы слышим друг друга, то всегда есть о чем спорить. Если мы не слушаем друг друга, то всегда не о чем. Я надеюсь, что у нас будут у всех прекрасные выходные. Если вы... Я бы хотел все-таки как-то поговорить по поводу идеи, перспективы, то, что в нашем государстве происходит с точки зрения популяционной истории. Потому что я не очень понимаю, куда мы идем. И мне кажется, что... Продолжение эволюции человеческого мозга. Я с удовольствием вам об этом расскажу. Да. Ну, вот сегодня мы заканчиваемся. Спасибо. Если у вас появится время, в любое время, с удовольствием. Вот единственное... Наверное, вы думали, у нас час эфира. У нас, к сожалению, 45 минут по плану стоит. Спасибо. Спасибо.